Все, я запись начал, и такие вот необычные буду вопросы задавать. В фонте, Хасай Алиев, я вам скидывал определенные отзывы. Определенные что? Отзывы. Отзывы, да. Которые я вам показывал, чем я занимаюсь. Да, ты подсказывал, чем ты занимаешься, да. Да. Вот, я вот сегодня такие маленькие вопросы хочу задать. Вот. Анастасия, да? Да. Определенные. Определенные. Ну да, она пока у меня в гостях сейчас. Задаваю любые вопросы, самые неожиданные. Ты готова, да? Да, самые неожиданные. Ты же ключом занимаешься? Ну, всегда готов. Да, да. Пусть рядом ее картина тоже стоит. Да, все. А я тогда не буду мешать. Давай, успехов вам. Да, все. Благодарю. Вот. И начинаем вот с первого вопроса. Вот. Как узнали о методе ключ? Почему она именно вам пригодилась? Как ее почувствовать? Как я узнала о методе ключ? Я не раз повторяла, что это приблизительно около 16 лет назад было. Да, я тогда училась, была студенткой, скажем такой, ищущий пытливый ум, поиски себя, поиски религии, поиски какого-то своего мировоззрения, открытия самой себя, ну что-то такое. Да, и тогда, тогда только первый интернет начинался, первое видео, я наткнулась на видео, где Александр Игорьевич показывает, как ходить по стеклу, и видео называлось «Звезда саморегуляции». Вот. Я очень хорошо помню, они очень много лет у меня хранились, на самом деле, я дальше в этом и не искала. То есть вот то, что я там получила, вот в этих видео, то есть они у меня много лет хранились, я их использовала, и уже сама свои уже методы какие-то вырабатывала на протяжении, ну, длительного, достаточного времени. Ну, для чего мне это надо было? Как мы все учимся? Ну, большинство из нас, вот, к сожалению, я всегда использую энергию стресса. Я не умею там полномерно там писать в течение какого-то времени, да, там поставить себе планы, постепенно к нему идти. Хотя сейчас я, конечно, с возрастом это уже научилась, а тогда, как в той пословице про петуха, да, пока петух не клюнет, ничего не двигается. А где взять резко силы на большой объем в короткое время? И через это я, ну, вот, начала изучать именно ключ, начала его применять. Вот, я его смешала там с чем-то еще, но потом постепенно я вышла к тому, что кроме него вообще больше ничего не надо по большому счету. То есть не обязательно, то есть вот его и достаточно. А учитывая, что потом я очень много работала, и работа моя всегда была связана с любыми, с командировками, с далекими переездами, с постоянным общением. Картинка менялась очень быстро, я работала в организации, которая занималась выставками, а потом сама организовывала, сначала сама организовывала выставки, а потом в корпорации, которая очень часто выезжала на различные выставки. То есть большая у меня ответственность, материальная такая-такая-такая. А с учетом того, что алкоголь я не принимаю, расслабиться, скажем, как все любят расслабляться, я не могу, то есть для меня это баста. Вот ключ. То есть чувствуешь, что уже все вот так вот, нервная система стала таким дыбом, да? Очень часто приходится выступать перед большими чиновниками. И бывает такой момент, когда все, мозги слиплись, ты не понимаешь, что делать просто от страха. И вот некоторые приемы ключа, они очень удобные прямо в туалете. То есть ты забежал, да, вроде носик попудрить, похлопал там, покрутился. А сейчас я вышла в основном на шалтая-болтая, потому что вступаю много на сцене, в костюме красиво стою. Ну стою я себе такая вот, ну что-то там танцую, да, не обязательно никому это объяснять. Ну а сама-то я же знаю, что я делаю. Ну вот, то есть выходишь, а перед там там много-много людей. Ты должна что-то взять, этот магический инструмент, этот артефакт под названием микрофона, что-то уже людям говорить. Соответственно, чтобы это вот не было, упало, очнулся гипс. А какие именно упражнения? Что я делаю? Я делаю при сильном стрессе, то есть если меня трясет, я начинаю трястись. Ну как бы, да. Очень часто я использую раскачивание, но при разных обстоятельствах. То есть иногда у меня разные жизни бывают, да, вот прям совсем в темные времена там, то есть я прям совсем сильно качаешься, да. Вот. А перед сценой я использую чаще шалтай, то есть он уже как у меня на рефлекторном. И мой собственный ключ, мой собственный ключ, когда я заболеваю и у меня поднимается температура, вот ноги, вот косточки у нас бывают, да. И вот я чувствую, что у меня температура поднимается, мне снабит мне очень плохо, я вот так косточку об косточку вот так вот это, кручу. Ну, как ногами вот так вот делаю, это вот снимает болевой даже симптом приблизительно, то есть это ну долго приходится делать. Иногда могу себя покачать, как ребенку, то есть там ну как бы в кровать упираешься, пятка, и так вот себя накачал, накачал хопус. Ну, ну, самые вот эти вот элементарные знания, которые база, скажем такая, база ключа, который я использую, именно базовые упражнения. Мне вот знаешь, что понравилось, что мечами махаешь? А, фланкировку, кстати, вот Хасай называет ее тоже, как сказать, метным ключом. Понимаешь, такой момент происходит, когда тебе уже за 35, ну, у меня вот сейчас 35, да, и ты вот как-то жил и пришел вот к какой-то определенной точке, и ты понимаешь, что боялся, вот как с этими стеклами, да. Я столько лет хотела это попробовать. Ну, что мне мешало, да, там, набить эти стекла? Одной страшно. Друзья никакие не соглашались. Ну, ты что, вообще нормально? Зачем тебе женщине вообще? Это надо. Но она сидит же в голове. То же самое у меня с холодным оружием. Мне было очень интересно. И в какой-то момент, когда ты перестаешь считаться с чужим мнением, еще что-то, ты понимаешь, что вот она жизнь, она быстро идет, это надо все пробовать. Видите, ну, так еще все обстоятельства сложились, мне дали в руку шашку, я поняла, что я без нее просто не могу. И там действительно, да, повторяющие движения, пока ты это делаешь, тренируешь, мозг отключается. Это тренировка идет правую велку и шарит, правильно? Да, там не только правую велку. А сколько ты минут делаешь? А ты сколько минут занимаешься? Я себя сильно не перенапрягаю, потому что тяжело. Сколько тяжело? Я лучше, я каждый день где-то по полчаса, минут по сорок делаю. Во, ну все. Я потому что вот, когда у одного тренировка проходил, он что говорил? Каждые сорок минут подсознание откладывается. Какое-то ты повторяешь одни и те же движения, подсознание оставляется, и все. Ты можешь в этот сорок минут внедрить сорок упражнений. Сорок раз повторил, каждое упражнение взяла три минуты, сорок минут подряд все делаешь. Потом другое, чтобы на подсознательном уровне она уже заложила. И после чего ты можешь 5 минут хватить для того, чтобы это со мной взять и внедрить. Нормально? Да, я согласна. Знаешь, что в шашках интересно? Согласование право-лево-полушарий, когда тебе одной рукой надо в одну сторону, а второй с другой, и это вот надо одновременно. Женские направления. Я очень долго пытался это победить. Вот, сначала у меня никак не получалось одну шашку, вперед и пускать вторую назад. А потом я все-таки смогла это сделать. Была такая внутренняя радость, что я все-таки победила эту свою голову, что я смогла. И еще в шашке такой прикол есть. Она же фланкируется вот здесь. А здесь вот доктор Хасай всегда показывает точку, которую вот включение иммунитетного массирования. Она проминается. А Хасай еще про это не говорил. Вот ты нам открываешь. У него есть, он же показывал, то есть там как бы точку включения иммунитета. То есть забыли, ваша голова болит, еще что-то. Вот здесь вот нерв. Я когда у него прошлый раз была, он мне сюда иголку вставлял. Сюда и в шею, чтобы снять болевые ощущения. Как он показывает, сюда так съезжает. И вот тут вот эта точка. То есть ты как током тебя пробила, вот ты, значит, как бы ты эту точку нашел. И когда тебе плохо, ты ее разминаешь. Видео там есть. Ну вот. Вот. Кстати, вот тут хуже. И вот когда ты шашкой работаешь, она проминается. Ты? Она стимулируется. Это одна из самых основных вообще точек. В приеме рукопашного боя, если правильно сюда нажать, можно достаточно сильную боль прочинить и как бы... Ну, это как болевой прием считается. Угу. Я просто в детстве занималась армейским рукопашным боем. Скоро. Да. А как у тебя в семье? Нормально? Прошу прощения. Как у мамы, у папы? А, ну, меня папа отвел сам на рукопашку. Сказал, что, ну, как бы, ну, это же были 90-е годы. Он хотел, чтобы я умела защититься, но, по крайней мере, убежать. Угу. Вырваться и убежать. Единственная задача была, да? Да, и он меня отдал, чтобы я научился вырваться и убежать. Бить не обязательно. А вот вырваться и убежать, оно того стоит. А ты куда хочешь сейчас применить метод лучшей жизни? Чем ты хочешь сейчас заниматься новой направлением? Новое направление. Мне хочется сделать... Я сейчас занимаюсь хороводами. Хоровод на хоровую традицию. Скажем, такой культурный код. Я умножаю на хороводы. Вот это я хочу сейчас сделать. То есть использовать это вместе. То есть помогать людям обрести радость, душевное равновесие, снятие стресса, напряжения. И аккумулировать всем хорошим настроением, зарядом на будущее. То есть вместе это совмещать. И еще бы мне хотелось заниматься, если получится, медиацией. То есть это такое досудебное регулирование конфликтов, когда посредник помогает двум или более лицам договориться и мирно, чтобы все остались, скажем, максимально довольны. Выгра выжил. Выгра выжил. Да. Все бы выиграли, да. Но, соответственно, это очень тяжелая работа, и надо и людям помогать снимать этот стресс, да? А человек, снявший стресс, на переговоры уже более способные приходят. Я по себе знаю, когда твой мозг вот так сейчас готов взорваться, что ты скажешь? Или когда ты уже спокойный, ты уже отпустил эту ситуацию, да, все нормально, да, эта ситуация есть. Но я когда этого не понимала, какой-то период у меня ключ как бы выпадал из жизни. Ну, скажем, не всегда это так бывает, чтобы ты прям ежедневно это все использовал. В какое-то время я не использовала их. И я просто даже забыл, если честно. И вот в тот период у меня начались очень серьезные проблемы с нервами. То есть у меня была очень высокая задача, много-много-много задач, да, высокая такая, мультизадачность, с высоким стрессом. А снимать я его никак не снимала. Это очень сильно отразилось на мою шею. У меня вот две шейные грыжи, и буквально два года, даже не да, полтора года назад я даже расчесаться не могла. Сейчас я занимаюсь фонкировкой. Спасибо ключу. Я как раз тогда слегла, слегла. И мне нечего было делать дома. То есть я лежала, тупила. И начала опять вспоминать, чем же я раньше занималась, как я себе помогала. И опять я вот как раз встретила ключ, встретила доктора Хаса. И сейчас мы даже... Скажем, он когда-то для меня был небожителем, а сейчас мне очень приятно, что вот... Разве я могла об этом когда-то мечтать, да. То есть моя болезнь меня вернула в нужное русло. То есть я прошла вот через это, потому что это было очень резко, это было больно. У меня все отекло, у меня даже гортань выдавило. Представляешь? У меня сместилась гортань. У меня мануальчик все поправил. Очень много уколов. Я отлежала в больнице. Заново училась действовать руками, потому что серьезная была такая штука. Угу. Вот. Сейчас все, в общем... Ну, я как бы с умом, с бережью к себе отношусь. То есть я уже себя берегу. И не позволяю ни в коем случае мне вот этого нервного напряжения, перенапряжения себе как бы... Делаю. Чтобы оно на меня давило. Потому что как только я прям чувствую, что я зашла в такую тупиковую ситуацию, что стресс у меня прям сразу вот сюда, здесь. И я тут же делаю какой-нибудь ключ, потому что чтобы хоть как-то снять. Но я еще мысленно научилась себе приказывать. То есть даже если у меня нет возможности, то есть я там чуть-чуть кручусь, а мысленно говорю, расслабься, расслабься. Я прям чувствую, как оно вот расходится. И главное не забывать лицо расслаблять, потому что тоже через вот эти мышцы много напряжения проходит. Я здесь тоже сейчас чуть-чуть добавлю свою речь. Потому что мне тоже ребята говорили, говорят, а Леш, почему... Вот ко мне одна женщина обратилась, говорит, Леш, я не могу там или несколько месяцев, или два-три года продать квартиру. Я говорю, ну давай, говорит, я с тобой приду, и с тобой поработаю, да. И получилось так, что за полчаса мы с ней поработали, а у нее все отказы, отказы. Первые уже клиенты, которые пришли, купили квартиру. Видимо, она, наверное, очень нервничала, люди ее просто боялись. Да? Она помогла. И она сама хоть практикует, есть такая программа, суперэпо, я буду говорить, как есть. Я потому что я там состою, там тоже, когда-то я взял, я ее тоже на вооружении имею. И в чем фишка? Они работают справа, левый полушарик. Угу. Но на телесном уровне они не снимают. Я говорю, вы правы, левый полушарик работаете, но работаете еще на звучное и физическое тело. Вот этот метод ключ, она такая, дополняет это. Понимаете? Если суперэпо добавил бы метод Хасаи Алиева, метод ключ, я думаю, их объединить, это можно было бы больше. Там уже у них 100 тысяч, миллионов вроде людей. А почему мне внедрить телесно? Потому что мне многие суперэпо говорили. Отличный инструмент. Я даже вот на этом был, сейчас скажу, на следе у нас было, там следы очень много, 26 лет, там эту женщину встретил. И я начал тоже так им рассказывать, им метод ключ рассказывал и так далее. Она говорит, мне говорит, такого вообще впервые можно слышать. Я именно метод ключ еще там объединил, другими вещами показал, а им еще расспрашивают, расспрашивают, расспрашивают. Я говорю, ладно. Я пока оставил все дело, на пятницу, пока что не в своем семье. Я пока жду лицензию от Хасаи Алиева. Это совершенно интересно. Знаешь, чем ключ нравится? Его мобильностью. Да. То есть не надо специально какого-то помещения проветриваемого, там музыки какой-то специально не надо. То есть где получается, там и делает. Я даже несколько раз пробовала, у меня была ситуация, я нигде не могла этого делать, но так как я это делаю постоянно, я это, знаешь, как села, представила в голове, как будто я это делаю в голове, и у меня прошла реакция. То есть уже настолько организм привык, что я это делаю, и потом хорошо, что просто мысленно ты представил, и уже получился результат. Да. Но это со временем, не сразу, конечно, работает. Но мне нравится, знаете, что еще в этой методике, то, что касается, когда не в солнце ходишь, так как у тебя идет расслабленное тело полностью. Понимаешь о чем? Да. И когда расслабленное тело, я уже начинаю соединять образы, эмоции какие, я именно прям подробно ее рассмотрю, начинаю еще благодарность включать потоку состояния, потому что зажимы уже были перед ключом. Ну да, да, да. Вот. Я вот этот плюс минусовые, я ее прогоняющий свет через эту упражнение. А у меня знаешь... По разуму я это упражнение. И получается то, что какие мне обстоятельства нужно, я их перебиваю на любое расстояние, куда мне нужно. Надо мне это чувствовать. Я знаю, что ты говоришь. Я знаю, что это такое. Вот. Вот. Такое вот ему тоже. Помочь. Красавя Андреевича. Знаешь, я когда-то давно делала медитацию Оши динамическую. Это такая длительная штука. Достаточно сорок минут, десять минут поделаешь шею, две минуты потом поделаешь шею, вот это, вот это, вот это. Но это как бы, да, тоже вполне работающая вещь. Но она требует много времени, плюс там, чтобы какое-то помещение, еще люди, которые там тебе что-то помогут. Вот когда я это сделала, в конце я начала раскачиваться. Вот это вот качание, про которое тоже Хосе рассказывает, я почти свое тело, вот понимаешь, вот как Майкл Джексон, знаешь, вот туда-сюда вот это вот. Я не падала. Вот я, кстати, очень давно такого, да, давно такого не наблюдала, не делала, просто времени не было. Очень интересно, потому что я раскачивала, то есть я расслабила свое тело, я начала вот по ключу качаться. И со временем я начала качаться по ключу так, что я, понимаешь, от плоскости я буквально вот так вот качала. Пока я сама себе не начала удивляться, я раскачивалась очень мощно. Я говорю, как только я себе удивилась, все! И все, на этом все закончилось. Да, да, да. Вот это какой-то вот момент такой. Да, да, да. Мне тоже было недавно, я вроде вот так встаю, а получается так, что у меня тело само повернуло. А тело стоит на месте. Я говорю, как так против тебя на месте. Такое, да? Да, да. Понимаешь, я качала, и такая, ну, мыслей нет, и говорю, как... Ну, главное вот это вот, да, я саму себя, саму себя сбила. Ну, возможно, время к этому больше пришло. Хватит уже сколько у меня было качать. Так было прикольно, потому что я задавала себе вопросы. Я как маятник качалась. Да, нет. Задавала себе вопросы, надо мне это или не надо. Угу. Ну, вот. А... Я тебе еще раз хочу спросить, а куда ты хочешь вот именно свое искусство, чем ты занимаешься, да? А где ты хочешь ее, чтобы о тебе знали? Ну, флангировка мне нужна для счастья, просто я испытываю действительно счастье с холодным оружием, плюс она мне дала возможность расширить круг знакомых. У меня очень много друзей казаков появилось, людей, которые этим занимались. А хороводы я использую, знаешь, у меня очень такая есть идея трезвых праздников. То есть мне очень хочется, чтобы люди пришли, отдохнули, попели свое родное, да, поплясали, потому что хороводы, в общем-то, водят все. От Якутии до Голландии. То есть хоровод, он есть вообще везде, это генетически. Но именно вот это вот поднять нравственность. То есть у нас все-таки девушки приходят желательно в юбках длинных, скрытые, то есть не голые. Угу. Алкоголь мы не пьем там, матом там, не ругаемся. То есть вот чуть-чуть поднять уровень нравственности, знаешь, чтобы осветить темную комнату, не обязательно зажигать десять, да, факелов там. Главное, чтобы с тебя свет шел, и тогда этот свет как бы немножко в этой темне, в тьме будет, да, проявляться. Вот. То есть когда много таких будет новичков, совсем тьма в России. А если каждый день делать хороводы по городам? Ах. Ну у нас вообще очень много. В каждом городе есть практически хороводники, на самом деле. В каждом. А ты блок не ведешь в эту проблему? Аааа, я не умею. Понимаешь, у меня что-то с электронным словом. А ты простишь? Последнее. Я, может быть, хотела бы этого. Но у меня, мне проще говорить, а когда я сажусь писать, я впадаю в полный ступор. Я не могу не могу вот через клавиатуру открыть от себя. Вот, видишь, есть деблог снимать, да? Да, у меня есть блог. Хотя раньше я писала каталоги. Ну это легко. Это легко снимать. Рекламные тексты. Я и читать это не люблю. Я не люблю, я практически ничего не читаю вот эти все рекламные тексты, там, ничего вообще не люблю. Сам стиль мне не нравится. Не читать это не люблю, но, соответственно, и писать это не люблю. Вот. И мне очень хочется, знаешь, давать людям возможность отдохнуть, порадоваться, может быть, познакомиться вот через такие нравственные вещи. А ты когда хочешь отдохнуть сама? А я во время хоровода отдыхаю. Ты не представляешь, какой это кайф? Мы ездили в Касимов, вот 16 числа у нас был фестиваль дружбы народов. Касимов объединяет. То есть представители, ну, всех народов, которые смогли на тот момент приехать туда, объединились и сделали красивый праздник. А я их объединила в хоровод дружбы. Когда все, когда за тобой там идет не одна сотня человек, да, это вот, может быть, был на тот момент мой личный самый большой хоровод, это, ну, не знаю, дабы не соврать, может быть, около 300 человек. А у тебя какая мечта стоит? Сколько? Ты сейчас хочешь? Я хочу, ну, тысяч три. Ну, хотя... Когда? Ну, давай вот это сделаем, тебе сказали, скажем, вот, собираем хоровод. Когда мы будем набирать? У вас с ним такая идея, что в Москве, допустим, для его учеников сделать хороводный праздник? Давайте. А что там? Мы только берем друг друга и все. Мы же ничего в Нарбате. Ну, надо отснять помещение. Нарбате. Ну, помещение на что-то хорошее. Нарбате. Нарбате. Прямо на улице? Ну, конечно. А что? Там массовый сбор, там не просто так это все делается. Ну, можно же красиво блогеров пригласить. Мы собираем большой спор. Давайте объединяемся. все теоретики, разные блогеры всего лишь. Хоровод из блогеров? Да. А что такое? Может быть. Нет, я думала пока о помещении. Вот. И пригласите учеников, которые, допустим, в Москве, но могут приехать и участвовать. То есть, во-первых, обменяться опытом, да, поговорить о ключе. Ну, и поиграть по хороводе. Как каково. А потом я один раз, у меня, не знаю, есть это видео или нет. Там перед хороводом мы делали этот стресс-тест. А потом делали после хоровода стресс-тест. То есть, работает. Ну, это... Ну, это... Да. Ты свою цель винишь, да, тебе хорошо? Да, да. Ты прорабатываешься тоже, да? Ну, да. У меня скоро будет... Ну, как бы у нас у хороводников будет летом мероприятие в августе. Ага. Да. Ну, стресс снимаешь и все. Просто делаешь... Да, стресс снимаешь и пошел. И отдаешься. Доверие быть. Доверие. Душу включить. Чтобы душа обижалась. Ну, это... Понимаешь? Цель видишь свою. И все. Ты просто в поток входишь и все. И делаешь. Со всеми любишь всех. Любишь всех. Начинаешь всех любить. Чем больше начинаешь любить, тем ты увидишь обратную связь с твоей жизнью. Если ты не можешь трепить что-то соединить, значит, насколько тебя любовь будет от тебя ударять. Вот сколько ты и соберешь. Это стресс-тест. Если ты объединишь 5 с этим, нормально. Действуешь еще лучше. Это уровень твоей любовь к лиде. И будет тебя проявлять скоро. У нас есть такие умелицы, которые собирают такие хороводы. Вот. А здесь просто. Всего лишь. Прими родителей какие-то, какие они есть. Маму, папу и все. У тебя любовь ко всем появится. Ко всем. Ну, зачем защищать себя? Когда мужчины. Интересно. Ну, все. Все, все, все. Это... Ты меня как-то, знаешь, в лирическую волну пустил. Там мысли какие-то пошли свои побежали. Да. Я тебе просто задал вопрос. Просто разберись там всего лишь. И все. Я тебя из-за этого остановил сейчас. Чтобы ты поняла. Я могу... Любое, что не надо. То есть все. Выспешиваю. У тебя блок это идет. И потом методика ключ и забрасывается. Чтобы и на лево-право полушарий ее стереть полностью. Сделать его убрать и поток пропустить. И потом, когда поток идет, у тебя сильнее идет энергия. Красиво-право. Красиво-право. Чувство потока, оно такое классное. Ты в проводе идешь, ты всегда в потоке. А я могу к вам вместе... Да, да, да. Все. У нас уже сейчас к концу уже приближается. Ну, молодцы, молодцы. Просто я хочу вас всех предупредить. Когда вы кому-то, какому-то человеку, который не в курсе дела, что такое ключ. Да. Рассказывайте про поток или еще про что-то. Касая вас, не видно. Вас не видно. Да. Когда вы рассказываете. Я-то не слышал вашу беседу, я просто на всякий случай говорю. Потому что это наиболее частая вещь. Что, например, читает книгу про ключи. Или, например, читает книгу там... Даже другие книги там читают. Про самадхи йоговское, про саттари, про здесь и сейчас, истинно в моменте, про нирвану, про медитацию. Что есть определенные 35% людей, которые легко входят в эти состояния. При разных приемах и так далее. Да. А есть другая часть людей, которые более зажаты. Которые себя все время пытаются понять, контролировать. А есть часть людей, у которых тревожность высокая. Они никак не могут расслабиться. Вот ключ как раз-таки нужен. Для зажатых людей, чтобы они тоже могли раскрепоститься. И потом все другие приемы легко применять. И они тоже будут счастливыми людьми. И поток существует, и все остальное. Но я, как специалист, должен был об этом сказаться. Да. Спасибо вам. Благодарю. Вам спасибо, друзья. Я вами горжусь. Нас уж было... Мне понравилось им. Понравилось им. Да. Понравилось им. Да. Мне понравилось. Да. И вот мы маленько пообщались. Чуть-чуть. Я хотел ее поближе узнать. Молодцы. Молодцы. Да. Я думаю, вас все смотрят в нашей школе. И кто-то еще захочет пообщаться. И, пожалуйста, задавай ему тогда любые неожиданные вопросы, Алексей. Да. И мы начинаем учиться человеческому общению. Да. Без страха, без стереотипов. Она же модель человеческого общества. Человеческого. Правильно? Да. Давай. До встречи. Секунду. А вот мы с тобой про марафон. Может, правда, какой-то марафон? Такой недолгий. Не знаю. На 100 дней это очень много. Ну, потому что вот там у меня тоже из наставника сказал то, что когда мы 40 дней делаем подсознание, внедряем, ну, каждый день по 40 минут, 40 дней, да? Вторую это, вторую 40 дней мы что-то там доделываем. Я вот не могу точно доставить. Знаете, 80% мы делаем то, что мы сделали, а 20% в последних 100 дней это уже все, что ты неправильно делал. Вот я уже кранец. Как закон пары это уже включается. Вот так говорил, уже в марафон про 40, и он уже сейчас делал на спеке. А так можно попробовать людям предложить мне этот ключ для похудения? Да. Я этим пользуюсь. Когда хочется очень кушать, от этого, ну, как бы, ты не должен это покушать, да? Женщины все следят за фигурой, да? Я делаю ключ. Давай. Я только за. Начнем. Пусть все причиняются. Надо что-то такое вот придумать, допустим. А вот это давай возьмем, ну, и прям прямой трансляции у нас идет. Похудеем к Новому году, да? Вот смотри, вот недавно было, по WhatsApp гуляла 20-дневный такой, а что там, медитация, вот это. Надо просто сделать такое же легкое, только ключ. Плюс каждый день марафон 30 дней, и 30 дней уже хватит. 30 дней хватит. Мне вот присылали марафон по танцу, по женскому кашике. Ну, тоже что-то такое вот здесь, да? Тоже такое, как бы, ну, он так назывался, открытый бесплатный ретрит. Жду. Жду. Вот, и она там, девчонка, каждый день присылала всем задания, там, показывала, как выглядит этот танец, показывала эти все движения, еще что-то там. И, в общем, потом все отчитывались, что они сделали, какие они еще не получили. Опять, что они сделали, что получили. И потом уже в конце месяца, в общем, подводил цветок. Мне некогда было этим заниматься, но я просто под это дело подключилась, чтобы посмотреть, как это вообще происходит. То есть, и она параллельно развивала свой Инстаграм. У нее нормально получилось, то есть, все эти делились Подумайте, я и сделаю Инстаграм. Похудеть, или методику включить. Да, вот, прям, похудеть к Новому году, сбросить там, не за лишних 5 килограммов, влезть в платье. Да, всего лишь 5 минут делиться. 5-10 минут, я и сам. Всё. Ну, вот. Надо подумать, попробовать. А потом что-нибудь для иностранных языков придумать. У меня как раз нужно срочно поднять немецкий, английский голос. Давай. Давай. Вот. Я думаю, что эти можно будет подтянуть. Я тебе обучение спинусь. Как ты будешь рабочим? Этим заниматься надо. У меня сестра трилингва. Она знает японский, китайский, английский языки. Живет, работает в Японии. И у нее, скажем, очень мощная мотивация, и она действительно занимается этим всем. Вот. Вот. Кроме как упорного труда, действительно, вот такими тетрадками иероглифовый диск, добиваясь идеальности. Что это? Ну, конечно, надо... В стрессе это практически не учиться, да? Там, скинул стресс, запомнил больше, да? Этим. Вот. Как-то так. Поспал, что-то после этого еще вспомнил. У меня, потому что я должна обязательно спать. То есть, допустим, я думаю над задачей, делаю ключ, сплю, получаю решение. Я так сценарий сейчас писала. То есть, я весь день там мучилась-мучилась, у меня ничего не получалось. Ключ, сон. Утром в электричке я за пять минут пишу сценарий. То есть, все вот это происходит. Оно само как-то уже потом в руках ходит. Но сначала надо помучиться. Все нравится. Ладно. Все. Спасибо вам большое, Алексей. Все. Благодарю, что с усынением. До свидания. Кто-нибудь помогла записать какую-то красную дону. До встречи. Все. Спасибо. Спасибо.